За изъятые земли и дома жителям Орловки заплатили. Сегодня об этом сообщил начальник управления земельных и имущественных отношений сполкома Ленаргий Затулин. Напомним, земельные участки челнинцев мешали построить продолжение Московского проспекта. Когда стартуют строительные работы? Несколько месяцев городские власти и жители Орловки, чьи дома попадали под снос, не могли найти общего языка. Изначально челнинцам предложили другие участки, но люди не согласились. Земля была на болотистой местности. В итоге договориться удалось. Магистральная улица общего городского значения в продолжении проспекта Московский до улицы Хадит-Акташа. Изъято три жилых дома и шесть земельных участков в поселке Орловка. В замену изъятых домов и земель челнинцам предложили деньги. Из городского бюджета выделили 30 миллионов рублей. Оценщик оценил земельные участки и дома. Получили подтверждение с пенсиям имущества. Обязательно. Так, да? Да. Чтобы никаких споров не было. Прокурор за этим вопросом надзирает. Выплатили, насколько я помню, в декабре всю сумму. Пока городские власти рассчитались только с теми собственниками домов, которые, по сути, в них и не проживают. По словам других местных жителей, чье имущество также попадает под снос, вопрос с ними до сих пор не решен. По проекту на месте этих двух домов также должна была проходить дорога. К хозяевам проходил оценщик имущества. Челнинцам сообщили, на какую сумму они могут рассчитывать и попросили дождаться окончательного решения. Нам сказали, что ожидается новый проект. Если утвердят этот проект, то, возможно, дорога пройдет мимо нас. Пока неизвестно. Они пишут, что уже как бы со всеми расплатились, но нам даже никакой информации не дают по поводу, остаемся мы или не остаемся. А строительство новой магистрали запланировано уже на следующий год. Московский проспект станет длиннее почти на 3 километра. Проезжая часть будет четырехполосной. Появятся велодорожки, пешеходные тротуары, автобусные остановки. Стоимость проекта оценивается в 3 миллиарда рублей.